Новый скандал в Америке. В руки журналистов попал законопроект, принятие которого фактически будет означать выход страны из Всемирной Торговой Организации. К чему это приведет и чего на самом деле добивается Трамп, выяснял в Вашингтоне Дмитрий Анопченко. Что не день, то очередной скандал. В этот раз прессу взволновали планы Дональда Трампа игнорировать требования Всемирной Торговой Организации. По сути, единственного арбитра в спорах между странами, выводы которого могли бы остановить торговую войну США и Европы. Пресса выяснила, команда президента разрабатывает законопроект, который позволит Вашингтону не выполнять предписания ВТО. Черновик документа попал в руки журналистов. В документе содержатся нормы о том, что президент может самостоятельно вводить новые пошлины, не спрашивая Конгресс, а еще позволение игнорировать базовые принципы Всемирной Торговой Организации, в случае, если они противоречат американским национальным интересам. Об этом законе в Капитолии сказали. Если его примут, это будет означать, по сути, выход страны из ВТО, даже если формально Америка будет в ней оставаться. Масло в огонь подлили опубликованные в минувшие выходные статьи. Сотрудники Белого дома якобы слышали разговоры президента. Дескать, почему бы стране вообще из ВТО не выйти? И хотя официально эти сообщения опровергли, появление законопроекта только подтвердило, слишком многое из того, что называют фейк-ньюс, на самом деле реальные планы. Просто их разглашения никто не хочет. Об этой ситуации сегодня много пишет пресса и намекает, что, возможно, законопроект специально слили журналистам, чтобы и ВТО заставить быть позговорчивее, и европейским партнерам намекнуть, мол, у вас не получится найти на нас управу, лучше с нами договариваться. При этом многие здесь понимают, Трамп в принципе борется не против ВТО, Евросоюза или Китая, а за интересы той части Америки, которая за него голосовала. И это не соперничество, а просто попытка любой ценой разрулить те вопросы, которые он обещал решить, баллотируясь. Даже если это бьет по союзникам США или в целом по мировой системе сдержек и противовесов. И если до разрыва с ВТО действительно дойдет, президент перед этим не остановится. Но и сопротивление в Конгрессе будет жестким, как никогда. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.